Новости дайджесты Новости дайджесты Новости дайджесты перерыва. Если вы помните, в одном из наших новостных роликов мы рассказывали, что Егор целых два месяца отдыхал и ничего не делал. Ну как ничего, он играл в компьютерные игры. Тем не менее, он решил сделать над собой усилие и все-таки записал трек, который сразу же назвал одним из своих самых сильных репрезентов. И где-то 10 дней назад Тейп показал нам не просто отрывок будущего трека, а целый сниппет, снятый в ночном клубе. Мало кто догадывался, что эта трека, кажется фитом. Но это именно так. Сегодня трек «Мой белый» официально вышел, но что интересно, только как эксклюзив для ВК музыки. На фите с Тейпом некий рэпер Young Moscow, которого можно заметить и на кадрах сниппета. Сам трек мало кого впечатлил. В общем-то, для многих фанатов слова Тейпа о том, что это будет один из сильнейших его экспериментов, остались просто словами. Ведь песня получилась максимально обычной. А парт Young Moscow так и вовсе в основном захейтили. Но так ли плох этот рэпер на самом деле? На наш взгляд, для второго трека в карьере он весьма неплохо справился. Первая его композиция вышла, кстати, 1 ноября, и называется она «Первый». Возможно, новый трек Тейпа многие захейтили, потому что посчитали это очередным фитом за деньги. Только если Арут открыто говорил, что заплатил Егору 10 биткоинов, то тут никакой информации нет. Вообще, мало кто знает, кто же такой Young Moscow на самом деле. Сам Тейп в своих соцсетях сказал только, что этот весьма небедный парень одалживал ему машины для съемок клипа «Драгонборн», который так и не вышел. Приехали чисто к Кириллу. В Подмосковье. Это уже не Young Moscow, это Young Подмосков. Это та тачка из клипа. Нет, это чуть-чуть другая тачка, но она тоже серая, братан. В 2018 году мне Кирилл подгонял ламбу для клипа на трек «Драгонборн». О, это давно было. Сам клип Тейп тоже показал, но только отрывком. Конечно, можно было бы предположить, что человек с таким автопарком мог заплатить Тейпу круглую сумму за совместку. Вот только доказательств этому никаких нет, а значит и утверждать подобное мы не можем. Тем не менее, нам удалось найти некоторую информацию про Young Moscow в открытых источниках. Так вот, его имя Кирилл Бекетов, и в 2021 году портал SuperG приписывал ему роман с актрисой Натальей Рудовой. Впрочем, девушка потом все эти слухи опровергла. На том же портале про Кирилла есть и другая информация. Он является совладельцем московского бара Мемо. Вот что написано в статье на SuperG. Цитата. Живет молодой человек в пяти минутах от Кремля, а ездит за рулем Lamborghini Urus 2019 года стоимостью примерно в 24 миллиона рублей. Машина, судя по всему, страсть Бекетова, ведь меняет он их довольно часто. Несмотря на то, что Бекетов не любит быть на виду общественности, он не против проводить время в компании знаменитостей. В свой день рождения парень отметил в своем собственном заведении в окружении друзей и звезд российского шоу-бизнеса. Именинника и его гостей в тот вечер развлекали рэпер Мергенштерн, Слава Мерлоу и Баста. К слову, мать Кирилла, Ольга, тоже не чуждый медиатусовки человек. В нулевых женщина работала в крупном пиар-агентстве, клиентами которого были крупные компании. К слову, видимо, клуб Кирилла Бекетова и стал локацией для съемок сниппета трека «Мой белый». Узнать, на чем Янг Москов сделал свой первый капитал, пока что трудно. В сети информации очень мало, а сам он интервью почти не давал. Тем не менее, можно найти другой интересный факт. Оказывается, Бекетов какое-то время был связан с киберспортом. Он был редактором портала ProDota. С девятого года он даже играл в первую доту на профессиональном уровне. Его ник был JustError, и он был одним из первых, кто получил ключ ко второй доте. Однако в новой игре дела у него пошли не очень. Но, тем не менее, комьюнити о нем помнила. Когда-то даже появилась профессиональная команда по доте 2, которая так и называлась – JustError. Кирилл однажды давал интервью порталу Cybersport.ru. Там он заявил, что увлекается коллекционированием машин, а свой капитал сделал на управление активами и инвестициями в недвижимость. В общем, в рэп-игре появился очень интересный персонаж с большими деньгами и киберспортивным прошлым. Символично, что даже внешне о чем-то похож на Бумыча, который тоже недавно попробовал себя в музыке. И получилось это неплохо. Сколько стоит любовь? Сколько стоит любовь? 28 мультов. Пока Тейп продолжает свою серию фитов, Моргенштерн продолжает свою излюбленную традицию. Он, кажется, снова готов поменять свой стиль. У себя в телеграм-канале он написал следующее. Цитата. Ща возвращал все фотки, прямо отследил момент, когда потерял в себе пофигиста-весельчака, который стебал все и вся вокруг. Зачем я опять себе придумал, что я очень серьезный артист? Хочу веселиться. Стебал всех за серьезное лицо и сам его надел. Видимо, Алишер имеет в виду свой период творчества, который начался где-то с трека 12. За все это время поводов погрустить или даже быть серьезным, откровенно говоря, хватало. Тут тебе и политика, и статус иностранного агента, ну а сверху еще и развод. За последнее время у Алишера действительно вышло очень много серьезных и грустных треков. Клипы, кстати, тоже в основном были мрачные. Интересно, что же дальше придумает Моргенштерн? Ну и скажем пару слов о другом иностранном агенте, о Ксимироне. Он, кажется, снова уехал за границу. Еще позавчера наш подписчик прислал видео из города Лимассол, в одном из ресторанов которого он заметил Яновича. Судя по всему, рэпер покинул Россию, так как видео сделано именно 2 ноября. Интересно в этой новости то, что в последнем диссене Моргенштерна Окси упоминал свое возвращение в Россию. Теперь у Алишера есть возможность затроллить Мирона в своей ответке. Теперь давайте перейдем к дропам. Трилл Пил представляет третью часть альбома Челси. Далеко не каждый артист сможет похвастаться успешной серией релизов, но Тимур выполнил эту ачивку еще пару лет назад. Челси 3 – самый длинный лонгплей Трилл Пила в карьере. В него вошло 18 треков, что в нынешних реалиях довольно много. Весь альбом – это хроники становления нынешнего образа, от никому неизвестного Тимура в 2017 году до звезды российской хип-хоп-сцены в 2022. Соскучились по плотной качественной рэп-чине? Вашему вниманию представляем тротиловый альбом, который утолит жажду голодного слушателя. Новый материал исполнителя Бизона вышел еще 30 октября. Релиз получил название «Цветок», а его «Семь лепестков убийц» существуют как в концепции всего повествования, так и одиночными на вылет. Примечательно, что Бизон работал над данным альбомом в течение четырех лет, без перерыва и без переобуваний, сохраняя собственный стиль. Треки звучат свежо и качественно, что не оставляет сомнений в их актуальности на долгое время. Группа 1996 официально не называла в точности свой состав. Однако, послушав ее дебютный альбом, можно с уверенностью сказать, что первые скрипки играют Смоки Мо, Мезо и Димаста. За Смоки еще и продакшн. Далее идут Словецкий, Крипокрип, Рига, Сцепи. И гости в лице Благовайт, Симми, Поляны и Гоукилы. Название 1996 как будто бы отсылает к золотой эпохе хип-хопа. Но на звуке это не отражается. Перед нами почти 40 минут злого рэпа, авторы которого не хотят понравиться ни новым слушателям, ни слишком заигрывать со старыми. Тут вспоминают Дев Джоин, Дев Лоу, перечисляют на перебой бренды, марки машины провоцируют бифы. Вышел первый релиз объединения фирма. Это Смоки Мо, Гуф, Диджей Кейв и Муравей, к которым тут присоединился Нагана. В трек-листе 6 композиций, 2 совместных и 4 сольных. В течение месяца он будет доступен только в ВК-музыке. Продюсером компиляции стал Диджей Кейв, выпускающий лейбл ВК Битс Рекордс, подразделение ВК Рекордс, выпускающее хип-хоп. До конца года фирма обещает еще 5 релизов. Ну и скажем пару слов про западные новинки. Drake и 21 Savage выпускают альбом Her Loss. Альбом сделан как будто бы больше для фана, нежели для заработка или следа в истории. Рэперы отлично повеселились, выпуская фейковые проморолики к альбому, и даже выбор обложки говорит о внутренней свободе авторов. Этой фотографии танцовщицы из Хьюстона по имени Сьюки Бэйби уже 3 года. Drake каким-то образом увидел ее, и его команда запросила разрешение у фотографа. Сработал принцип «просто нравится рандомная фотка» и ставлю ее на обложку. Это нетипично для звезд такого ранга. Зато в музыкальной части альбома экспериментировать не стали. И это к лучшему. Drake выдает запоминающиеся припевы и панчит налево-направо. 21 Savage охлаждает фирменными монотонными куплетами. Drake и тут ощутимо больше. Savage вообще не участвует в четырех песнях. Гость один, Трэвис Скотт, продакшн от Метро Бумена и даже Лил Яти. А на сегодня у нас все. А какая новость впечатлила вас больше всего? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok